Девушки отдыхают Девушки отдыхают Внимательно оглядывая комнату я убедился, что в комнате не заключалось ничего, что могло бы служить причиной подобного светового явления. Полагая, что свет проникает из окна сквозь неаккуратно спущенную штору, я подошел к окну. Но на дворе была непроглядная темень темной и сырой осенней ночи, и ни в одном окне не светилась, так как было уже далеко за полночь. Возвратясь на свое место, я снова принялся считать свою роль, полагая, что все это мне померещилось. Но явление продолжалось. Постепенно светлое фосфорическое пятно, образовавшееся на стене, стало расрастаться, принимая вид светлой женской фигуры, которая стала наконец отделяться от стены. И я увидел перед собой покойную Б. Помню хорошо, что как в этот момент, так и в последующее, пока длилось явление, я не чувствовал ни испуга, ни даже удивления, а скорее чувство, похожее на какое-то оцепенение, нечто вроде столбняка. Призрак, отделившись от стены, подошел к этажерке, вынул из рамки свой фотографический портрет, обращенный мною назад. И снова вставил его в рамку в его естественном положении. Затем призрак открыл деревянную, не запертую на ключ шкатулку, вынул из нее золотой медальон госпожи Б. с ее портретом, подаренный мне на память ею самою, и раскрыл его. Затем видение стало бледнеть, постепенно расплываясь в каком-то тумане, пока не исчезло в той же стене, из которой оно появилось. Теперь только исчезло мое оцепенение, и меня охватил такой ужас, что я в испуге бросился из комнаты, в попыхах ударившись обо что-то головой довольно чувствительно. Как безумно влетел я в комнату своего приятеля, где все еще продолжалась карточная игра, и переполошил своим видом всю компанию. Долго не мог я ничего ответить на тревожные расспросы моих знакомых. Я разразился, наконец, сильнейшим истерическим припадком, чего ни раньше, ни после никогда со мной не бывало, так как человек я нисколько не нервозный, и никогда ни нервозностью, ни тем более истерией не страдал. Наконец, знакомым моим удалось меня кое-как успокоить, и я рассказал все со мной бывшее. Разумеется, меня принялись уверять, что все это мне померещилось, что, вероятно, я заснул, и мне это приснилось. Я уверял их, что я ни минуты не спал, что ни малейшего расположения ко сну у меня не было, и что я все время был занят самым старательным изучением роли. Чтобы убедить меня, что все это либо сон, либо галлюцинация, все их гурьбой отправились в мою комнату. Но приятели мои невольно призадумались, когда увидели, что портрет был действительно в том положении, которое было дано ему призраком, а золотой медальон вынут из шкатулки и раскрыт. Кое-как, проведя ночь, один из знакомых, чтобы успокоить меня, согласился остаться у меня ночевать. Я на другой день пошел посоветоваться с известным в то время специалистом по нервным болезням доктором Хе. Доктор со своей стороны успокаивал меня и со всей научной точки зрения объяснял все происшедшее со мной самопроизвольным гипнозом. По его мнению, я самопроизвольно впал в гипноз, сам внушил себе видение призрака Б, сам привел ее фотографический портрет в первоначальное положение и вынул из шкатулки и раскрыл ее медальон, воображая, что все это делает вызванный мною в моем воображении призрак. Как неостроумно показалось мне тогда объяснение профессора, но меня и до сих пор смущает то обстоятельство, что никогда решительно ни до этого случая, ни после него, я не страдал ни малейшими нервными расстройствами. В гипноз не впадал, а напротив обладаю совершенно здоровыми нормальными нервами. Если бы это был самогипноз, то по крайней мере, хотя в самый этот день, я должен был бы ощущать хоть какую-нибудь ненормальность, какое-нибудь недомогание вроде тяжести в голове, сонливости или чего-нибудь в этом роде. А то ничего, решительно ничего не ощущал, но был в самом обычном нормальном состоянии духа и телесного здоровья. Откуда же было взяться самогипнозу? Ведь от чего-нибудь же он должен был развить это, из каких-нибудь органических или психических причин? А потому, несмотря на всю научность объяснений почтенного доктора, я не могу вполне удовлетвориться ими и принужден вместе со многими другими думать, что в природе есть многое, чего не снилось нашим мудрецам. В разумлении умершей матери непочтительному сыну из Ярославля в Рыбинский биржевый листок пишут, что в одной деревне в пятнадцати верстах от этого города жила вдова, бедная крестьянка, мать двоих сыновей. Старший сын успел как-то разбогатеть, жил отдельно от матери и отказывал ей даже в куске хлеба. Младший был беден, но честен и почтителен к матери. Вдруг старуха умирает, нужно ее похоронить, а денег нет ни копейки. Сноха покойницы, жена младшего сына, отправилась к старшей снохе за помощью в отсутствие мужа последней. И после долгих просьб успела выпросить у нее на погребение один рубль. Когда старший сын покойницы, возвратившись домой, узнал об этом, то пришел в страшную ярость, разругал и поколотил жену, зачем она давала без него денег. И, наконец, отправился в братину избу, где под божницей лежала его мать, готовая к выносу в церковь. Не обращая внимания на тело матери, еще не успевшей остыть, этот непочтительный и дерзкий сын, забывший страх Божий и стыд человеческий, бросился с кулаками на жену своего брата, требуя назад данный ей рубль. Бедная женщина в испуге показала, что деньги лежат под божницей. Возьми их, если хочешь, доставай сам. А я не буду, грешно, проговорила она. Дура ты, вот что! Воспекнул злой сын и потянулся к божнице, чтобы взять деньги. При этом он несколько наклонился к трупу умершей. В это время мертвая вдруг схватила его за руку и крепко-крепко стиснула, открыв на мгновение глаза, после чего опять заснула в сном смерти. Говорят, что сын сошел с ума от испуга и едва ли останется в живых. Один из сотрудников газеты «Чикаго Трибюн» приводит из старинной книги о духовидении, вышедшей в 1729 году, следующий рассказ о докторе богослове Шкотте, человеке, известном в свое время как ученостью, так и замечательным умом, безукоризненной нравственностью и правдивостью. Свидетельство его в пользу таинственного происшествия имеет немалую цену. Доктор, как с его слов рассказывается в старинном издании, сидел однажды в своем кабинете у камина с книгой в руках, при затворенной даже запертой двери, и стала быть вполне уверенной, что в комнате, кроме его, никого быть не могло. Случайно подняв голову, он увидал по ту сторону камина, сидящего в большом кресле старого господина, в длинном черном парике, очень почтенной наружности, одетого в черный бархатный камзол, ласково на него смотрящего и как будто готовящегося заговорить. Затем между доктором и его таинственным гостем начался разговор, который сотрудник газеты сполна не передает, а только кратко излагает его содержание, а именно просьбу, чтобы Шкот отправился в его бывшее поместье и отыскал там духовное завещание, так хорошо запрятанное, что его никак не могли найти, ввиду, чего сын его, законный наследник, рискует лишиться большой части своего имущества. На чердаке в кладовой, продолжал призрак, находится склад разных старых ненужных вещей, как-то ломаной мебели, столов, ящиков, комодов. В одном углу в глубине увидишь старинный сундучок со старым изломанным замком и торчащим в нем ключом, который напрасно пробовали повернуть или вынуть из замочной скважины. Сундучок этот призрак описал очень подробно, как снаружи, так и внутри, и точно указал место, которое придется вскрыть топором, иначе не проникнуть в него. Доктор Шкотт обещал отправиться в указанное поместье и сдержал свое слово. Молодой хозяин не только радушно принял его, но и сообщил, что в предыдущую ночь он видел во сне, что к нему приехал незнакомый гость и нашел пропавшее завещание. «Быть может, вы и есть тот гость?» заключил он свою речь. Доктор улыбнулся и попросил, чтобы его свели в кладовую на чердаке, где сложен старый хлам. Придя туда, он прямо указал на старинный сундучок и спросил, искали ли в нем? Ему ответили, что искали, но безуспешно. Он потребовал, чтобы поискали еще раз. Опять ничего не нашли. Тогда доктор спросил, дала то молоток и начал стучать в дно сундучка. Оно оказалось двойным, и когда было вскрыто, то там в пыли и грязи нашлось завещание, необходимое для утверждения в правах наследства молодого хозяина. Есть верное предание, что живший в конце XI века парижский доктор Раймунд Диокр, человек ученый, но самообольщенный, возмечтал о себе до богохульства. В этом состоянии, застегнутый смертью, Раймунд среди своих собратьев, которые уже готовились нести его тело в могилу, внезапно встал и произнес «Джюста де джюстия акусатус сум» «Я предстаю уже перед судом Божиим» и снова умер. Через несколько времени он снова пробудился от смертного сна и вставший сказал «На праведном суде Божиим я истязан» и опять пал мертвый на свой отдых. Наконец встал и в последний раз произнес «Праведным судом Божиим я уже осужден» и более не пробуждался к жизни. Такие поразительные явления расположили Брюна епископа Гербиполинского, ученика Раймундова и некоторых из его товарищей удалиться в шарфскую уединенную дикую пустыню и поставить самые строгие правила для своего общества, известного под именем Картезианского ордена. Не знаем, как бы отозвалось такое событие в людях рационалистического направления. По крайней мере нельзя думать, чтобы они были к нему равнодушны. Много бы, конечно, оно наделало шуму, много толков, но все это порешили бы тем, что покойник был крепкой натуры, что эти необычайные вспышки догоравшей жизни, трекратно энергически повторившиеся с значительными расстановками времени, были следствием избытка внутренних его сил. И все остались бы этим довольны и покойны. И многие, чтобы не показаться отсталыми от прогрессистов, выразили бы им свое сочувствие. Надо признаться, что от мусора и копоти своего мудрого просвещения загробная жизнь так стала для многих темно, как вода в облацах воздушных. Прибавление Приложение Опровержение мнения, будто явления душ умерших невозможны. Некоторые ученые богословы отвергают возможность явления душ умерших людям, еще живущим на земле. Таковы, например, Штребель, по его мнению, явления отшедших душ невозможны. Ни одна душа не может выйти из ада, не разрушив в то же время затворов смерти, а ключи ада и смерти в руках воскресшего. Апокалипсис 1.18 Делищ, оспаривая это положение, говорит, что хотя ни одна душа не может освободиться от ада и оков смерти без этого ключа, но отсюда вовсе не следует, что все явления умерших поэтому должны непременно быть явлениями воскресших. Святые, упоминая его у Матфея, были воскресшие, но Самуил, явившийся Саул, не был воскресшим. Не был воскресшим и Моисей, беседовавший с Иисусом Христом на фаворе. Что Самуил и Моисей воскресли только за тем, чтобы явиться и снова умереть, Штребель называет их «Бис Мортуи». Это, как справедливо замещает Делищ, чудовищный вымысел. Далее Штребель, отрицая возможность явления душ умерших, высказывает недоумение относительно того, как могут быть видимы душ умерших, когда они не имеют тела. Точно так же, отвечает ему Делищ, как могут быть видимы ангелы, хотя они также не имеют тела. Но Богу не угодно это возражает Штребель, ссылаясь на притчу о богатом и Лазаре. Из этой притчи, говорит Делищ, видно только, что наставление относительно воли Божией, какое мы имеем, Слове Божием, не нуждается в том, чтобы исполнять его проповедью людей воскрешенных для этой цели из мертвых и посланных к живым людям. Но можем ли мы отсюда заключить, что вообще умершие не возвращаются к жизни, чтобы провести еще некоторое время между живыми в качестве свидетелей божественной чудотворной силы и, следовательно, божественного откровения? Мертвые, воскрешенные Иисусом Христом, свидетельствуют противное. Но не должны ли мы именно отсюда заключить, что души умерших не могут являться прежде воскресения мертвых без воскрешения их тел? Явление Самуила и Моисея доказывают противное. Так Делищ опровергает мнение о невозможности явления душ после смерти. Для нас не важно то, что он для объяснения явления душ после смерти принимает произвольно составленное им понятие о нематериальной телесности, души в переходном ее состоянии. Для нас важно то, что этот глубокий знаток Писания выступает в данном случае прямым противником мысли Лютера, который говорил, что с тех пор, как мир стоит, еще никогда в действительности не являлась душа умершего. И в шмалькальдинских членах утверждал, что под видом человеческих душ являются демоны. Есть другие богословы, которые более осторожно высказываются о возможности явления душ умерших людей. Таковы Шплиттербер, Мартенсен и другие. Шплиттербер, хотя и говорит, что души отшедших движутся в совершенно замкнутой потусторонней сфере, которая может приходить в соприкосновение с нашей земной жизнью, только в высшей степени редко, в качестве исключения, хотя и говорит, что новейшая теология вообще держится и не без основания того положения, что Писание нигде не дает положительного основания для признания действительности явлений умерших. Однако же, припоминает тем из своих читателей, которые склонны признавать явление душ умерших за призраки, создаваемые возбужденной фантазией, известны слова Гамлета. Есть много на земле и на небе такого, что не снилось вашим мудрецам. Мартенсен говорит, что всякое догматическое утверждение или отрицание в данном случае значило бы только учить. Я же не увиди. Колоссиным 2.18 Таким образом, Мартенсен прямо уклоняется от категорического решения вопроса. Что касается православной церкви, то она, строго держась учения, Писание признает явление умерших. И действительно, Писание не только ясно говорит о явлении ангелов Бытие 18.2, 28.12, Новин 5.13, Лука 1.11, 28, Матфея 2.13, Деяния 5.19, 10.3, 12.7 И умерших праведников 1.8, 28.8, 20, Лука 9.30, Но ясно дает разуметь, что и души грешников по воле Бога, духов и всякой плоти, числа 16.22, является иногда своим близким, и при том, как во сне, так и в бодрственном состоянии. Хотя, говорит один из православных писателей, эти явления душ из ада случаются очень редко, но тем не менее верно действительно бывает, ибо отвергать или считать явление их совершенно невозможным, значит ограничивать неизреченное человеколюбие и силу того, кто имеет ключи ада, то есть имеет власть отверзать и заключать врата ада, имеет власть изводить из ада и не изводить воной 1 Сарс 2.6, значит быть упорным скептиком или иметь психологические познания самые ограниченные, странник 1873 год, объяснение фактов явления умерших, передавая рассказы о видениях и явлениях, доказывающих бытие загробного мира и жизнь души после смерти тела, Григорий Великий приводит сообщаемые в них видимые осязательные примеры, как свидетельства и факты, которые для людей, метущихся духом, бывают более убедительны, неже отвлеченные рассуждения, доказательства или доводы разума, хотя предварительно рассматривает и некоторые из этих последних. Так, между прочим, собеседник святого Григория великого в диалогах диакон Петр, представляя в своем лице неутвержденных верий, выходя из этой мысли, что обыкновенным людям, как он сам испытал это, не случается видеть чувственными глазами исход души из тела при смерти человека, выражает сомнение, как поверить бытию существа, которого никто не может видеть. Вопрос таким образом ставился относительно бытия души продолжения жизни за гробом в связи с одним из самых существенных ее свойств – невидимостью или нематериальностью. Положим, рассуждая собеседник святого Григория, о бытии души в теле мы можем заключать издвижения заключаемых совершаемых им, потому что если бы не было в теле души, члены тела не могли бы двигаться. Но возможно ли выводить отсюда бессмертие души, как выводит путем философских умозаключений возможно ли от видимых предметов присутствие души в телесных движениях заключать к бытию того, чего я не могу видеть жизнь души по смерти тела? Отвечая на вопрос, Григорий Великий не входит в подробное рассмотрение его с философской стороны, но тем не менее излагает путем умозаключений. А именно, Григорий Великий указывает на бытие Божие как на факт, не подлежащий сомнению, и от него делается заключение и к бытию бессмертной души человека. Как душа животворное начало в теле, так и сила или присутствие Божие в мире сила все создающая животворящая и всеми управляющая. И так, как говорит он, ты не сомневаешься, что есть Бог творящий и правящий, все наполняющий и объемлющий, все превышающий и поддерживающий, неописуемый и невидимый, то не должен также сомневаться и в том, что он имеет невидимость служащих ему. Служащим же подобает уподобляться тому, кому служат. Так что и сомнения не может быть, что существует невидимо служащие невидимому. Но кто эти невидимые слуги, в бытие которых веруем, как не святые ангелы и души праведных? И как, видя движение тела, ты допускаешь жизнь души, пребывающей в теле, так от малого и высокого мыслить должен о жизни души, исходящей из тела, что может жить невидимо душа, долженствующая пребывать в служении невидимого творца. Это первое из доказательств против возражений относительно жизни души, невидимо исходящей из тела и невидимо продолжающей жить за гробом. Некоторая своеобразность в его построении невольно обращает на себя внимание, если Бог существует и невидимо управляет всем в мире, то должны быть и служащие ему, и быть по подобии его, также невидимы. Казалось бы, аргументация, выставляемая Кассиадором, а также многими другими отцами церкви относительно бессмертия души, ближе и прямее отвечала мысли. Бог создал человека по образу и подобию своему, а он дух невидимый и вечно живый, следовательно, и душа человеческая, как вообще по подобию его, также может быть невидимой и жить вечно, иначе в чем же бы состояло уподобление ее природы творцу. Обращаясь к Блаженному Августину и при этом не к специальным его исследованиям о душе и бессмертии, а к его творению о Граде Божьем, мы находим, как нам думается, объяснение указанной своеобразности, так как едва ли можно сомневаться, чтобы Григорий Великий не имел в виду следующего места из Блаженного Августина. Указывая на чудеса, совершаемые телами мучеников, как на свидетельство бессмертия и в частности будущего воскресения тел. Блаженный Августин пишет, что все промышление Божие о мире служит живым свидетельством бессмертия и вечной жизни. Сам ли Бог чудесным образом, будучи вечным, временные вещи творит, через своих ли слуг делает, и то самое, что творит через слуг, делает ли та же, что через душу мучеников, как и через людей, живущих еще в теле, или все это творит через ангелов, которыми невидимо, неизменно и невещественно повелевает, так что чудеса, о которых говорят, что они совершаются мучениками, бывают только по их посредничеству и молитвам, а не через их действия, или же наконец в иных случаях одним, в других, непонятным человеку способом действует и проявляется сила Божия в мире, но все совершаемое ею служит свидетельством той веры, в которой проповедуется воскресение плоти для вечной жизни. У Григория Великого в выше приведенном доказательстве проходят те же мысли, только взятые с некоторым ограничением соответственно особой постановки вопроса. Кроме того, в подтверждение своего доказательства и он ссылается, как блаженный Августин в указанной главе, на свидетельство мучеников, запечатлевших веру в загробную жизнь мученичеством, и на чудеса, бываемые при их мощах. Неужели святые отцы и мученики Христовы, говорит он, стали бы презирать настоящую жизнь и предавать себя на смерть, если бы не были твердо уверены, что за ней последует жизнь души? В умершем, к умершим телам их приходят живые, больные и получают исцеление, приходят клятва преступники и овладевают ими демоны, приходят бесноватые и освобождаются. от демонов и прочее. Облаженный Августин, рассказавший о целом ряде чудесных исцелений при помощи, при мощах мучеников, пишет, «Сие чудеса, какую веру свидетельствуют, если не ту, в которой Христос проповедуется воскресшим во плоти и на небеса вознесшимся? Ибо и самые мученики этой веры мучениками, то есть свидетелями были этой веры, свидетельства подавая, «Вражду и жестокость мира претерпели, и мир победили, не оружие против него употребляя, но победили, умирая». И второй из заказательств, приводимых Григорием Великим против поставленного возражения, также находим у блаженного Августина, хотя и в особой несколько постановки. определивший веру словами апостола, как уповаемых извещения, вещей обличения невидимых, Григорий Великий говорит, что должно верить тому, чего нельзя видеть. «Мало того, чтобы уничтожить сомнения», продолжает он, «скажу, что ничего видимого нельзя видеть без невидимого, равно как ничто в этом видимом мире не может устроиться без посредства невидимого, то есть без участия души, духа, невидимо проявляющегося во внешних действиях человека. Приводит пример, подтверждающий эту мысль и говорит в заключении, «Как всемогущий Бог своим дыханием и проникновением оживотворяет и движет невидимые существа, так и невидимые существа проникновением движут и животворят видимые тела». Очевидно, однако, что из этого обобщения еще не следует, чтобы невидимая или душа, обитающая в теле, необходимо существовало и по смерти тела. По крайней мере, для несовершенных, колеблющихся или неутвержденных в вере, точнее, для людей, просто неверующих в бытие души за гробом, от лица которых ставится вопрос. Для них вопрос оставался далеко неразрешенным. В одной из бесед на Евангелие Григорий Великий по-видимому яснее излагает возражение и ответ на него, хотя в тех же почти словах, как и в собеседованиях. «Каким образом, спрашивает он от лица неверующих людей мира и плоти, могу ли я искать желать или стремиться к духовному свету, к будущей блаженной жизни, которой прямой путь вера, которого мы не можем видеть? Откуда мне известно, что есть такой свет, который не сияет для очей телесных? Такому помыслу каждый может отвечать кратко. И все то, что он чувствует телом, не телом чувствует, а душою. Никто ведь не видит души своей, однако не сомневается, что имеет душу, которая не видит. Невидимая душа управляет видимым телом. Если же эта невидимая душа отделяется, тот сейчас же падает в прах, и видимая разрушается, которая видимо стояла. Но значит ли отсюда, что невидимая продолжает существовать и после такого акта? Оно заключено в теле, в нем и через него живет и действует, хотя и невидимая для нас. Рушится тело, и оно прекращает жизнь, так могли сказать ставившие возражения материалисты, скептики. Однако Григорий Великий тем не менее находит возможную взятую им аналогию от настоящего к загробной жизни, от видимого к невидимому. Считать достаточно для заключительного вывода. И так заключает он, если всей видимой жизни существо человека оживляется, живет невидимым, то возможно ли сомневаться в бытии жизни невидимой? Для людей, идущих в жизни путем веры, конечно, тут не может быть сомнения, но от таковых не может последовать и возражение против бытия души в невидимом духовном мире. Следовательно, как в этих словах, так и в вышеприведенных из собеседований, взятая аналогия для доказательства бессмертия души недостаточно ясна и убедительно поставлена и проведена до заключительного вывода. Блаженный Августин в указанном месте пользуется для доказательства такой же аналогии, как и Григорий Великий, но у него вопрос берется шире, и аналогия прямее вытекает из его постановки. Он спрашивает, что имеют делать святые в телах бессмертных и духовных, когда будут жить не только духовно, как еще теперь живут после смерти, но и телесно по воскресенье, и отвечает, об их действиях или лучше, каков будет их мир и покой, по справедливости говоря, я не знаю, потому что никогда не видел этого чувственными очами и умом или мысленно, так же не могу достаточно уразуметь всего, потому что тот мир, мир Божий, по слову апостола, превосходит всякий разум, не человеческий только, но и ангельский, поэтому, если и возможно говорить об нем, то по вере я веровал, потому говорил. И вот, с одной стороны, руководясь учением Слова Божия на основании некоторых чудесных явлений, засвидетельствованных также Словом Божием, а с другой стороны, из существенных свойств настоящей земной природы, человека и взаимоотношений в ней между душой и телом, блаженный Августин пробует по сравнению и аналогии, насколько это возможно показать и разъяснить не только бытие души в мире Божием, наслаждающейся блаженным лицезрением Бога, бытие по воскреслению телом и духом, но и свойства этого бытия, аналогия с земными свойствами человеческой природы являлась при этом неизбежна, потому что иначе мысль не в состоянии даже представить, чем может быть существо человека в том новом и просветленном бытии. Да и учение Слова Божия дает основания для такой аналогии, когда научает нас, что и теперь мы отчасти разумеем, отчасти пророчествуем, что видим и ныне как в зеркало, в гадании, а тогда же лицом к лицу.